Курс в два раза короче. Это говорит о мудрости руководства исторического факультета. Они знают, что для хорошей истории нужно хорошо разобраться во всеобщем. Правильно? Потому что то, что мы с вами рассматриваем, к чему относится? Ко всему. Ко всему. Это все всеобщее. Каким эпохам? Ко всем. Каким государствам? Ко всем. Каким классам? Ко всем. Поэтому если мы здесь допускаем ошибку, мы тогда допускаем ошибку во всем сразу. И поэтому тогда грош цена всяким конкретным вещам, которые мы добудем, в ходе более детальной конкретизации того, что мы исследуем. Вот что важно. Тем более, как я уже говорил, что для историков задача состоит в том, чтобы изобразить историю не как груду черепков. Ну, скажем, без того, чтобы раскапывать эти самые черепки, которые делают археологи. Ну, и истории тоже нету, да? Как науки. Но задача-то не в том, они эти пытаются потом эти черепки-то сложить, чтобы получить картину того, какой был сосуд. Так? А историк, он хочет картину из всех этих разрозненных фактов, которые он находит. Вы же не найдете там все факты. Вы найдете много фактов. И вы должны из них сложить цельную картину живой жизни соответствующей страны. Зачем? Затем, чтобы понять, как вот она все время живая жизнь тянулась и тянулась, и как мы дожили до жизни такой, что стипендии у вас 1480 рублей. Как вот мы так вот... Кто это? Цари те виноваты, нет? Кто виноват, что у нас не хватает на то, чтобы стипендию заплатить? Наверное, это вот какие-то, наверное, ассирийские, наверное, монархи виноваты. Я думаю, они. Надо копнуть. Это здесь сразу мы найдем вообще. Даже если этому поводу анекдот был советского времени, правда, такой. Немножко злой. Заходит гражданин, такой, в автобус переполненный, говорит, сейчас буду правительство критиковать. Все так раз и отвернулись к окну. Он говорит, царская. Все отвернули, обратно повернулись. Зачем не приготовила, говорит, зерна, чтобы хватило на 70 лет советской власти. Все опять отвернулись к окну. Ну вот мы должны найти корни. Давайте искать, в чем дело-то. Что случилось, что не хватает даже студентам на стипендию? Да дело не в студентах. Общество не может накормить студентов. Интересно. Говорит, а зачем их кормить? Еще неизвестно, сдадут, не сдадут. Давайте кормить. Если сдаст экзамен, дать ему похлебку. Не даст? Не надо и давать. А надо и таких вот студентов новое поколение выработать, которые ничего не едят, а работают, работают и работают. Такие очень новые поколения. Такое, кто учится, все. Мысль. Вот для идеалистов, зачем вам питание? Идея-то может быть и без материи. Да? Материю всю эту, пусть она и стлеет, а идея ваша светлая и останется. И расходов никаких для государства. Вот идеализм более выгодная, я считаю, точка зрения. А с эллипсизм вообще ничего, никаких расходов не требует. Вот я посчитал, что вас нет, и все. Ну, если вас нет, неужели? Вот скажите, зачем платить сипедию, тем, у кого нет? Ясное дело. Ну, не нужно. Еще вот он еще не дошел до верхов, этот эллипсизм. Это с эллипсизмом. Если дойдет, я думаю, там они сразу-то резонут. У нас новая тема. Социальная форма движения материи. Социальная форма движения материи. Вот, товарищи, первое, что мы должны усвоить. Что такое понятие, как покой, это абстракция. Нету покоя. Как такового покоя нету. Материя находится в постоянном движении. В постоянном. Покой можно только изобразить по отношению к чему-либо. Вот видите, вы по отношению ко мне находитесь в покое. Но мы с вами, дорогой товарищ, что сейчас делаем? Вращаемся вокруг оси земной. Вращаемся или не вращаемся? У вас голова не закружилась, нет еще? Вы же мы привыкли. Все время вращается. И ночью вращается. И днем, и утром. И все, кружимся, и кружимся. И спокойно, спокойно, ничего, люди так ничего. Голова не... У вас не болит голова от вращения земли? Нет? Ну, вы представляете, с какой скоростью мы вращаемся? Это можно посчитать. За сутки мы целый круг делаем. Возьмите там диаметр, вы знаете, да? Диаметр, знаете. Сколько мы проходим? 40 тысяч километров. Это у нас экватор. Значит, мы, если вот на экваторе бы сидели с вами, и лекции слушали, значит, 40 тысяч километров мы проскочили за сутки. Значит, за половину суток 20 тысяч километров. За четверть суток, это 6 часов. Это вот пока вы сидите. Это сколько? Это 10 тысяч километров. 10 тысяч километров за 6 часов. Это с такой скоростью. Еще требует от вас, чтобы вы еще какие-то усваивали понятия. Я думаю, при такой скорости, ну, вообще, это просто зверство какое-то, требует от студентов, чтобы они что-то там понимали. Мало того. А земля-то с какой скоростью несется? Вокруг Солнца. Мало того, что крутится, да еще так несется. Это вы посчитали? И после этого я могу на экзамене вам поставить ниже 5. Ну, да, скажут. Ну, это просто... Ну, как можно? Тем более, если люди вообще что-то говорят. При таких скоростях. Так если бы и Солнце на месте стоило. Оно что, на месте стоит? Кто-нибудь есть, кто считает, что Солнце стоит на месте? Вы уже не расскажете, вокруг чего оно двигается, это Солнце? Куда оно тянется? Каким галактикам мы приближаемся? От каких галактик мы удаляемся? Иногда прилетают нам из других галактик предметы. Как они называются? Кометы, да? С хвостом. Раз, и в Челябинск. Они, по-моему, эти наметили внеземные цивилизации. Там у нас центр военного производства. И метят прямо вот в Челябинск хотят попасть. Они чувствуют, что там оборона наша. С американцами договорились. И приемом туда, значит. Но при подлете наши системы мощные такие. Так они воздействуют на эту комету, что долетает. Там ерунда какая-то до Челябинска долетела. Шума было много. Треску много. А ничего там. Потом концов нет. И там разобрали все. Станислава Лема не считали, как однажды. Этот самый инопланетянин прибыл на Землю. И вот он, значит, прибыл. И знакомится с цивилизацией. И вот видит странный, значит, передает, что вот по синусоиде идет человек. По синусоиде говорит, увидел наш корабль, выдернул столб, на котором был написан указатель, куда, чего. И этим столбом стал бить по обшивке. Это были последние слова этого инопланетянина. И все. На следующий день туда приехали люди, в это село. И видят, никакого корабля нет, но у некоторых покрыты крыши новым каким-то неизвестным металлом. Приходят, спрашивают, откуда у вас это вот на крыше? А этот, говорит, мне брат прислал из-за границы. Все. Какой покой? Покой нам только снится. Нету ничего. Ничего такого, чтобы доходил из покоя. Ничего. Вот вы на меня смотрите. Вот я заметил, вы моргаете. Сознайтесь, что моргаете. А вы на еще и дышите наверняка. Но про вас больше ничего не буду говорить. Вот, а вы пищу перевариваете, нет? Сейчас. Ну, сейчас лекция, вы пищу перевариваете. Я думал, вы знания усваиваете, а вы продолжаете усваивать. Потом вы дышите, кислород усваиваете. Вы все время отвлекаетесь. Отвлекаетесь. Ну, могли бы это в покое оставить, а потом в перерыв бы это все усваивали, а сейчас бы усваивали вы знания, бы как пошли бы знания просто рекой. А у вас, небось, еще это и венозная кровь в одну сторону течет, артериальные в другую. Или у вас обе вот и там, и там в одну сторону чего? Нет? В разные. Ну вот. А вот я вижу, вот вы там все, вот нервничаете. И так, так, все это карандашиком. Это указание кто дает вам? Откуда это вот указание идет? Вот на карандашик-то идет. Откуда? Как это бессознательно? Вот голова у вас это делает. Не надо. Это вы только изображаете, что рука. На самом деле. Вот сейчас вы сказали своей руке, ну-ка, положи карандаш. И она положила. И все. И говорит, а ей вот он будет говорить, а то вы киваете. Это тоже ведь сигнал ваша голова. Я же вот вижу, наблюдаю. Нам специально сделали вот так, чтобы было видно все, кто что там, кто творит. Потому что, говорит, студенты в покое не бывает, как всякая материя. То есть студент же тоже материя. Вся материя, вся не в покое. А почему надо требовать от студентов? Почему, говорит, вы себя так ведете? А как мы должны вести? Вся материя в движении, и я должна быть в покое. Логично же, правда? Поэтому такие требования возмутительны, которые предъявляют. Чтобы я еще застыл. Давайте я буду в покое. И буду полтора часа вот так стоять. А вы? А вы что хотите делать? У меня это уже не волнует. Если я салепсист, тем более. То есть движение – это форма существования материи. Она только как движущаяся и существует. Не бывает материи, которая бы не двигалась. У кто-нибудь, если найдет пример, я бы их пример подтвердится. Пять баллов. Гарантирую. Но я уверен, не найдете. Никто так не придумал уже сходу? Я бы сейчас написал такую расписку, что обязуюсь при предъявлении зачетки и экзаменационной ведомости поставить отлично в ведомость и в зачет. Ну, можете привести пример того, чтобы было в покое и никак не двигалось? Ну вот, и сразу вы моргнули. Вы сразу вытернули себя из списка этого. Сразу. Вот сейчас смеете. Это то, это все. Все, это же движение. Смех, движение, улыбка, движение. Вообще невозможно. Невозможно. Хотел с кем-то хоть спокойным человеком поговорить. Есть хоть один спокойный человек? Нету. Вот, а что вы улыбаетесь? Только что вы были спокойны, опять улыбаетесь. Это опять движение. И ручку начали крутить. Ну, кто-то может вот сидеть в полном спокойствии. Вот, товарищ, сейчас. Ну, вот и вы тоже стали улыбаться. Бесполезное занятие. Нет такого опереться просто. Ужас. То есть, несмотря на то, что я такого вам ничего особенного не сказал, но это вот как-то не усвоено. То есть, такую простую вещь, что нету никакого покоя. Покой – это просто вот что-то относительное. Понятно, что вы по отношению ко мне находитесь в относительном покое. Почему? Потому что вот вы сейчас головой покидали. Какой же это покой? Все опакивали. Относительный покой. Вот. Ну, дышат все. Ну, если все дышат, ну, какой может быть покой? Вдох-выдох, вдох-выдох. Это же мышцы, это легкие, так сказать, они расширяются, потом они сужаются. Какой, может быть, тут покой? Вообще все тут сидят. Есть кто-нибудь неживой тут? Все живое-то находится в постоянном движении. Жизнь – это способ существования белковых тел. Он все время существует. Обмен веществ происходит постоянно. Постоянно. Ну, а если не эти, а вот эти сидения, что, они вечные, что ли? Что с ними происходит? Ну, что, стареют. Посмотрите, дядя. Дядя все старые оставили, а столы новые привезли. Хоть бы под цвет бы сделали. А почему? А, наверное, старые совсем уже стали столы. Потому что студенты аккуратно обращаются с мебелью, а преподаватель, наверное, все тут демонстрирует, демонстрирует. И довели до такой степени, что пришлось новое поставить. А как еще это объяснить? Ну, такой вот дисбаланс. Я не знаю, как. Помните, что шарики тут были такие? Дескать, у нас все новое. Мы открылись. А кто мы? Мы преподаватели. Открылись студентам. Сейчас будем рассказывать вам нашу науку. Так. Ну, вот, что по этому поводу Гегель говорит? И нечего, говорит, об этом больше сказать, как о таковом. Вот что вся материя, она находится в постоянном движении. Материя вообще находится. И такой материи, которая не находилась бы в движении, нету, нету. Как это объяснить? Я даже затрудняюсь. Ну, как это вот так объяснить, чтобы дошло, что нету такой материи, которая не бывает в покое. Получается очень кратко. Вроде надо подробно рассказать. А что тут подробно рассказывать? Если кто увидит какую-нибудь материю, которая в абсолютном покое, скажите мне. Да? Как доказать, что я материя? Это по вам видно. Что доказывать? Вон, вы руку подняли. Если бы вы не были материи, зачем вы руку-то подняли? Вот человек-идеалист. Она вот разговаривает со мной, ничего не поднимая. Она и рот не открывает даже. А так она со мной общается. Я материя в вашем... Вот, вот, вот опять вы. Так а что вы? Раз вы есть материя, то, что есть. А что, вас нет? Я вижу, что вы есть. Вон, двое подтвердят. Право и слева соседи. А для юридической науки надо три человека. Вы можете согласиться подписать, что она есть? Вот я сейчас... Значит, мы ниже подписавшиеся оставили настоящий акт. Что? Такая-то вот находящаяся. Мы ее не знаем. Но она в желтой одежде. Присутствовала на лекции такого-то числа. По теме социальная форма движения материи. О чем мы подписываемся? И это можно такой документ. Акт. Там ни от каких оценок нужно быть плохо, хорошо. Просто сам факт, что вы были бытие. Вот, все. Зафиксировали, и это уже в суд можно подавать. Ну, подтверждать, что вы есть. Будут кого-нибудь оспаривать, что вы были на лекции, не были. А у них... А у вас акт. Вот у вас есть акт, что вы были у меня на лекции? Нет. Сейчас мы раз-эн поставим и в деканат. А у нее акт. Вот сейчас составят трое. И все. И ее уже голыми руками не возьмешь. Вот как подтвердить? Вот так подтвердить, если уж... Я как профессор по кафе экономики и права вот на второе нажимаю. Потому что с этими философами неизвестно что. А вот как юрист, я вам советую запастись таким актом. Это уже точно тогда. Никто не будет оспаривать. А вы остались вот один, тут неизвестно, были, не были. Как сейчас, после вот рассказов про солипсизм? То ли вы были, то ли вы не были. Вот. Документов у вас нет никакого. Чем подтвердить? Чем? Вот меня записывают. Вас никто не записывает. У нас сейчас в случае, чтобы вы не ссылались потом на аппаратуру. То, что записывается, будет выложено на Ютьюбе, на канале Фонда Рабочей Академии. Ютьюб, Фонд Рабочей Академии, и там будут записаны лекции. Если нам удастся их туда перекачать. Я думаю, что удастся. Вот товарищ у нас записывает, и вы это получите дополнительный материал для подготовки к экзамену. Предыдущие лекции, которые я читал историком, вы можете убедиться, что я под фанеру не читаю. То есть, они лекции для тех, считается, кто есть. Вы можете посмотреть. В том числе для пятого курса по философии и истории. Я читал лекции, тоже есть на этом канале. Так сказать, для интереса. И у вас будет, значит, просто где еще это посмотреть, а где это посчитать. Ну, а что касается книг. Вот у меня есть книга «Социальная диалектика». Она висит не на канале уже, а на сайте Фонда Рабочей Академии. Можно ее скачивать и читать. «Социальная диалектика». Потому что если его покупать в университетском магазине, это будет 579 рублей. А Гегель – 450. Это просто убийство. Гегель – 450, а у меня книга будет 579 поставить. Ужас. А лекции по философии и истории тоже там есть. В разделе «Библиотека» на сайте Фонда Рабочей Академии. Можете посмотреть. Не расстраивайтесь, вы есть. Все хорошо. Уже есть люди сомневаются. А те, кто сомневается, знаете, как называется какое-то течение философии? Скептицизм. А вроде вы… Вы правильно поставили вопрос? То ли я есть, то ли нет. Марс говорил, что все подвергай сомнению. Черт его знает. Все так стали рассказывать на лекции, что я не пойму, что ли я есть, то ли я нет. Надо как-то себя утвердить. И вы себя утвердили. Все, вот у вас все подтвердено. Все в порядке. А вообще все надо подвергать сомнению. Сейчас, знаете, приходят люди, обманывают, втираются в доверие. Злоупотребление доверием – это как называется в уголовном кодексе? Мошенничество. Ну, правильно. Так что вы смотрите. Это вот то, что в костюме, там сгалстуком. Ну, это ничего не значит. Вы документы проверяли у этого, у лектора? Нет? Какой народ стал вообще? Документы не проверяют. Хоть фамилию знаете? От чего вы знаете? Откуда вы знаете, какая у меня фамилия? Вы что, прочитали вот там то, что пишут? Так прочитали-то про одного, пришел-то другой. Откуда вы знаете, кто пришел? Того по дороге. Ну, сейчас мы в такое время живем. Сами знаете. Может, и студенты все подменены. Пришли философы, изображают из себя историков. Ну, вот эта мысль, я на ней остановился. Я не знаю, что тут еще сказать. Вся материя находится в постоянном движении. Давайте пойдем дальше. А что такое движение? Вы знаете, вот это вот вопрос будет сейчас. Вот тут-то мы и застрянем. Кто-нибудь знает, что такое движение? Хоть один человек есть? А? Перемещение в пространстве. Перемещение в пространстве. Вы что, в пространстве сейчас перемещаетесь? Вы? Вы же находитесь в движении? Нет, ну, если вы имеете в виду движение вместе с Землей, там, вокруг Солнца, да. А вы, кроме этого, еще ведь у вас и другое движение есть. Что вы в пространстве перемещаетесь? Ну, клетки у вас живые, клетки организма? Живые? Что, они в пространстве у вас перемещаются? Что с вашими, куда они хотят, выпрыгнуть, что ли, из вашего организма? Какое перемещение в пространстве? Не такого там нет, перемещение в пространстве. А почему я не часть пространства? А? Почему я не часть пространства? Да вы-то часть пространства. Вы вообще не часть пространства, потому что в пространстве вы. А часть пространства – это вот пространство. А вы в этой части пространства находитесь. Вы человек. Не надо себя принижать. Человек. Это звучит гордо, а вы-то, я часть пространства. Вы с чего вообще? Не надо самооплеванием Самоунижением заниматься Нет Вот человек идея у нас есть И она уже материалистическая идея Вполне Но она идейная все равно Значит Что такое движение? Кто скажет? Если мы не знаем Не можем ответить на эти вопросы У нас не получится история Я вам расскажу Что все находится в движении Единственное, что не знаешь Что такое движение И как это смотрится Вот вы знаете, что такое движение? Изменение Это одна из форм движения Одна из форм движения А что такое движение вообще? Ну вот на самом деле Объяснить, что такое движение Вообще и тяжело А вот через форму движения Вы тут правильнее сделали шаг Через форму движения можно объяснить Потому что то, что вы сказали здесь, это я на вас напал, как водится. Знаете, как это новое всегда встречается в штыки. Перемещение в пространстве – это простая механическая форма движения. Давайте рассмотрим, какие бывают движения. Потому что бывает просто сразу про все движения сказать трудно. А вот форма движения можно рассмотреть. Механическое движение сводится к перемещению в пространстве. Хотя это еще не все сказано этим. Вот можете вы сказать, уж раз вы задали эту тему, Перемещение в пространстве. Какое противоречие тут имеет место, когда я перемещаюсь в пространстве? Противоречие есть? У движения есть противоречие или нет? Или тут все не противоречиво? Ну, понятие движения противоречивое понятие? Ну да. Противоречие. В чем противоречие? Вот видите, я вот иду, перемещаюсь в пространстве, как вы и хотели. Прямо ближе к вам. Ну, и что? В чем противоречие? Можно я скажу? Значит, вот если я к вам перемещаюсь, я вот в этой точке нахожусь и не нахожусь одновременно. Потому что, если бы я только в ней находился, то я бы не перемещался в пространстве. Правильно? Если бы я в ней не находился, тоже я бы не перемещался. То есть, есть какие-то точки, через которые я не прохожу. Такого же не может быть. То есть, я через точку прохожу, значит, я в ней есть. А если я только в ней нахожусь, то я неподвижно нахожусь. То я нахожусь в покое, чего нету. Мы уже выяснили с вами, покоя нету. Значит, если я двигаюсь к вам, то, значит, я в этой точке, которую я вот сейчас обозначил, смотрите, не тогда, когда я встаю, а когда я иду, я в этой точке и нахожусь, и не нахожусь одновременно. Это два противоположных суждения. Это разве не называется моментом движения? Это называется два противоположных момента движения. Я нахожусь и не нахожусь. Моменты движения, да. Механического движения. Перемещение в пространстве – это механическое движение. То есть, находиться... Противоречие механического движения – это... или противоречие перемещения, как вы сказали, да? Слово пространстве можно и убрать. Перемещение уже... Перемена места, да? Перемещение. Уже это все сказано этим. Это противоречие, которое состоит в том, чтобы находиться и не находиться в этой точке. Хоть вверх, хоть вниз, хоть вбок. Правильно? Находиться и не находиться в этой точке. А как еще иначе объяснишь? Никак. Будешь говорить, что я только нахожусь, значит, неподвижный. Если я не нахожусь, так что, вы прилетаете, что ли? Перепрыгиваете? Как вы обошли эту точку? Она у вас... Дырка проколотая, что ли, точка? Изъяли ее из рассмотрения? Тогда я вообще не могу объяснить, что это за движение. На автомобиле вы едете, на автобусе. На чем бы вы ни ехали, если вы едете на автобусе? Вот если вы остановились и в пробке стоите, тогда вот нет перемещения в пространстве, тогда вы находитесь в этой точке. И точка. И час находитесь, еще полчаса находитесь. А если вы едете, то вы и находитесь, и не находитесь. В каждой точке, которую вы проезжаете. Правильно? Потому что если бы вы не находились в ней, то вы бы ее не проезжали. А если бы вы только в ней находили, вы тоже бы ее не проезжали, а в ней бы стояли. Не путайте, пожалуйста, пробку и движение. Это разные понятия. Пробка – это вы находитесь и все. И вращайтесь вместе с Землей У вас движение только с Землей, с Солнцем То есть не расстраивайтесь, что вы в пробке Потому что вы продолжаете во Вселенной двигаться И вы выше этого Если вы философ, вам вообще не важно, что вы стоите или не стоите Важно, что я вот ничего во Вселенной Но история идет без вас Потому что вы сидите в пробке А уже вам надо это сделать, то сделать, а вы не можете сделать Это вот одно противоречие Второе противоречие И, следовательно, вторая форма движения в материи Это становление Мы с вами становление что, не изучали? В чем состоит становление? Бытие переходит не в небытие Нет, бытие переходит не в небытие А бытие переходит в ничто Это разные вещи Разные Небытие – это категория наличного бытия Когда в нем что-то мы различаем в бытие Различаем небытие А когда есть переход бытия в ничто, ничто в бытие И оно имеет какие моменты? Возникновение, когда ничто переходит в бытие И прихождение, когда в бытие переходит в ничто Это тоже движение? Вот вы сейчас, как историк, находитесь в процессе становления Идет ваше движение, становление, перехода в бакалавра историка? Идет? Только вы можете сказать, я бакалавр в становлении Это красиво же звучит Дескать, я первый курс, я ничего не знаю Ну так если ничего не знаете, идите отсюда А вы приходите и говорите, я бакалавр в становлении А вы кто такой? Солидно же как-то, правда? Бакалавр в становлении А то были такие историки Я спрашиваю, вы историк? Он говорит, нет, я говорю, уходите отсюда Я лекцию для историков читаю А он сидит, говорит, он не историк А зачем я буду? Он подслушает лекции Сейчас у нас же некоторые платят даже за образование А вдруг он бесплатно пришел Вы историк или нет? А? Историк в становлении Это же историк Ну короче То есть, если будут докапываться до вас Что это вы за историк? Да я историк в становлении И сразу все отойдут Ну это очень красивое слово Историк в становлении Красота И сколько вы будете у вас в становлении? Да еще, говорит, три курса А потом? А потом будете будете Когда закончится ваше становление Когда возникновение закончится Что вы будете? Какой будете историк? Просто будете бакалавр Просто не в становлении, а бакалавр Я историк бакалавр перспективу должны знать так вы сейчас в движении находится или у вас какие-то остановки есть вы сейчас остановились я продолжаю сидеть ну вы же когда домой пойдете все равно будете думать об исторических об и человеческом об истории человечества всего все время мульти в черепе все у вас будет там борьба которая была вся разворачиваться мысли будут двигаться значит вот вторая форма 2 уже механической держи вам спасибо вы видите она она не хотела так вот остановиться на непонятном она дела и вытащил одну из форм перемещение в пространстве просто перемещение вот становление 2 а изменения вот я недавно читал конфликтологом лекцию там мальчик один сколько мы с ним не говорили так вы равны самому себе говорит он будет да правильно вы не равны самому себе нет быть я равен самому себе говорю зачем я вам лекцию читаю вам лекцию читаю уже час вы все равны самому себе значит польза есть от таких лекций нет кто виноват или я ну я виноват только я преподаватель студентов нельзя живет винить вот я не могу вот вас винить если вы что-то не знаете если вы чё-то не знаете есть же лектор acelecina такие лекции читает что и не студенты не знает как можно вообще на студентов нападать нам вообще не разрешает на студентов нападать и тоже сторон никто как можно студенты студент пришли послушать целый час говорит gema объясняют они все не знаю знаете как у нас говорят что первый раз объяснил студентам не понимает студенты такие попали второй раз объяснил тоже не понимает третий раз объяснил не поню четвертый ним на пятый раз я уже понял они все равно не понимать так вот так с кем проведем научный эксперимент вы молодой человек равны самому себе да это первый вопрос второй вопрос молодой человек вы не равны самому себе да молодец как он отвечает быть чувством молочек чувствуете два противоположных утверждения чувствуете нет вы человек один а у противоположных утверждения 2 одно утверждение что вы равны самому себе и второе утверждение что вы не равны саму себе вы хоть отдаете отчет себе в том что вы даете противоположные показания по одному и тому же вопросу. А? Не слышу. О, значит, вы не признаете, что даете противоположные показания. Это с особым цинизмом у вас идёт ответ. То есть мало того, что он даёт противоположные показания, ещё не признаёт, что он даёт противоположные показания. Знаете, там, как внизу пишутся, с моих слов записано верно, Будете расписываться или отказываться будете? Тогда я напишу, что от подписи отказался. И вот приглашу вас раз, два, три, и вы подпишите, что он отказался от подписи. И все, мы вас уже упаковали. Есть другие теперь органы. Туда передаем, пусть они разбираются. Человек и равен своему себе, и не равен, и он не усвоил, что равенство и неравенство – это противоположности. Таких студентов мы держать не можем в университете. Которые не понимают, что равенство и неравенство противоположны. Молодой человек, я вам советую отказаться от прежних показаний. Практика судопроизводства и следствие это позволяет. Прошу, надо написать заявление. Прошу у меня предыдущие показания считать ложными, поскольку я был в состоянии аффекта. Ну или не выспался там, плохо себя чувствовал. Кошка умерла вчера, знакомая. Мало ли, от чего разновался человек. Надо чем-то объяснить. Что-то надо как-то мотивировать ваш отказ. Так как будем? Будем считать, что противоположны эти утверждения, или будем считать, что они не противоположны? Будем считать, что ай и не ай – это одно и то же, или будем считать, что это противоположности? Все считают, что, и тут еще кто-нибудь считает, что равенство с собой и неравенство с собой – это не противоположности. Есть кто-нибудь? У вас есть сторонники? Или какая-нибудь организованная группа есть у вас? Или вы одиночка? Если одиночка, меньше вам дадут. А кто-то в эту группу хочет войти? Ну, одновременно, может быть, правильно или не правильно? А? Одновременно? Одновременно, конечно. Но если не одновременно, это называется чередование. То вы равны самой себе. То есть вы как сидите, так и... Потом хлоп глазами, неравны самой себе. Потом опять сидите, потом опять хлоп. А в это время только прекратите дыхание и пищеварение, и сердцебиение, и движение крови, и мозговые сигналы. Можете прекратить? Сомневаюсь, что это вам удастся. Даже большим усилием воли, но только если солипсист, он может это сделать. Он все может сделать. А вот все остальные – это немыслимо. Как вы сможете сделать, чтобы было вот это не одновременно? Одновременно, конечно. Ну, а интересно, вот мы и разбирали. И что, не видите, что одновременно я и нахожусь в этой точке, и не нахожусь? Почему вас это не вызывало вопросов? Это то же самое. Чем это отличается? Находиться, не находиться, быть равным, неравным в саму себе. В чем разница-то? Почему на более простом вам понятно? А, потому что это сложнее. Понятно, это сложнее. Сложнее, да. Ну, это же противоположное понятие. Еще кто-нибудь есть, кто считает, что и равенство, и неравенство – это одно и то же? Да как будем запираться или будем осознаваться? А? А? О. Ну, признательный дал показания. А это значит, он заслуживает снисхождения. И раньше было от 8 до 12, сейчас от 3 до 5. Ну, так бывает в некоторых. Вот это и есть вот как раз. Это вот диалектика. Потому что, если человек не усвоил, что нет такого, что или А, или не А. В диалектике и А, и не А одновременно. Вот у вас достоинства и недостатки присутствуют не по очереди, а одновременно. И вот эта вот противоположность, она присутствует одновременно. Вы равны самой себе. Ну, если вы равны самой себе, то вы же учитесь. Вы учитесь или я учусь? Я учу, а вы учитесь. Ну, вы учитесь? Учитесь. Если вы учитесь так, чтобы польза от этого обучения, то вы не равны самому себе. Но это вы не равны самому себе. Видите ударение? Я на «вы» делаю это тождество ваше с собой. Вы. Потому что если это не вы учитесь, а другой человек, то туда несите сюда, тогда к вам претензий нет, просто сюда документ от того человека, который был три минуты назад, сюда сдайте, пожалуйста, я в деканат отнесу, за отсутствием такового он исчез, пропал, остались только вы. А вы уже не тот, не равны тому. Потому что если вы это равенство уберете, оставите только неравенство, это вы ложным образом присвоили себе имя, фамилию и все другие документы человека, которого уже нету. Фамилия ваша была? Была. Ну вот. Так сейчас вы идите там насчет фамилии, решайте вопрос, а документы мне отнесите. Ну я правильно рассуждаю или нет? Ну человек уже не тот. Еще хуже, когда говорят, он, говорит, послушал лекции и стал совсем другим человеком. Это такая вот фраза, она нас вообще размагничивает. Ну совсем другим. Если еще, мы с ним спор идет насчет того, что он другим стал, иным, а вообще совсем другим, ну тут даже и обсуждать нечего. Тогда сразу несите документы, даже без... И давайте и куртку несите, потому что это совсем другой человек был. И носить куртку другого человека, хорошего, заслуженного, мы его уважали, студент был отличный. А вы другой человек. И не надо себя выдавать за него. Не надо. С тем все закончено. Сами вы сказали, что вы уже другой. Совсем другой. Но никак иначе понимать это нельзя. Равенство с собой и неравенство. Это не про вас, это про все. Вот дерево растет, дуб. Если он растет, он равен самому себе или нет? Он что, дуб березой стал, что ли? Сосной? Не стал. Дуб остался дубом. Но он растет или нет? Что значит растет? Вот желудь был. Это дуб? Желудь, дуб или нет? Или тыква? Что тут? Дуб. А? Желудь, дуб, встанавливая. Короче. Короче дуб. Ну, слава богу. Дуб. Вот дуб. Желудь. Росток дубовый. Дуб. Дуб. Вот потом он растет, растет, растет. Дуб. Дуб. Потом, значит, желудя появились. Дуб, дуб. Посыпались. Опять дуб. Все дуб. И все это равенство с собой. А не равенство с собой. Ну, если он живой, то с собой. А если не живой, что происходит дальше? То начинает это караться, сыхать. Потом начинает древесина портиться. Бывает такой мертвый дуб, который был просто равен самому себе. Бывает или нет? Не бывает. То все равно будет то же самое. Равенство с собой и не равенство с собой. Ну, человека. Про вас не буду говорить, про меня. Помечтаю. Дескать, я вот на него нападал, нападал, нападал. А потом я уже и стлею, а он будет ходить румяный такой весь. А зато у меня скелет будет чистый-чистый. Потому что кости долго они сохраняются, а все остальное нет. Это я или не я буду? Ну, нет, конечно, вы скажете. Нет. Но у вас другая судьба. Вы будете жить вечно. А мне уже чего терять? Мы же люди пожилые. Пожилые – это те, кто пожили. Ну, и все. А вы же не пожили еще. Поживите. Смое. А потом… Ну, куда? От этого мы деться не можем. Правильно? А можно с детства куда-то изменение? Есть что-нибудь неизменяющееся? Вы что-нибудь знаете неизменяющееся? А вы? А кто-нибудь знает неизменяющееся что-нибудь? Вот я вот говорю такие вещи, они относятся, согласитесь, к таким вещам, которые как бы вот на поверхности. Это самое распространенное, уже более распространенного, известного нету. Гегель даже специально на эту тему говорит. Ну, вот кто будет заниматься тем, что известно? Зачем же заниматься тем, что оно и так же известно? Ну, всем же известно, что есть изменения. А кто будет задумываться над тем, что это такое изменение? Никто и не задумывается. И так вот люди живут, живут, уже студенты университета, и так они и не задумывались, что такое. И, наконец, вот вы впервые задумывались. А вот я прицепился, и давай вас критиковать за неправильное, так сказать, понимание изменений. Это вам еще повезло, что я прицепился, а могли бы до вас не достучаться, и вы так и вышли у нас. Что у нас мало людей выходит из стен университета, так и не знают, что такое изменение. Вы книги читали? Вы много видели людей, которые знают, что такое изменение? Вы много видели таких людей? Вы даже про перемещение таких людей, вы сами сделали открытие, вот лично, сегодня, здесь. Про перемещение. что это равенство с собой и не равенство с собой, то есть в той же точке и не в той же точке находится. Так. Ну вот этот товарищ, который был, вот как же, как и вы, застревал, но он более решительно выступал против. Он со мной боролся до конца, полтора часа. Я единственное, не победил, но я сказал, что, ну, еще будет экзамен, но у меня последнее осталось, оружие. И я его применю. Он после этого перестал за мной спорить, но затаился. Так. Еще какие формы движения есть? Еще же есть какое-нибудь движение, кроме изменения? Кстати, насчет изменений. Вот как, вот тут уже, товарищи, слово моменты употребляло, в изменении равенство с собой, как называется? Мы уже сегодня даже об этом говорили. Момент равенства с собой, как называется? А? Ну, что вы ничего не напоминаете? Это я из себя вышел. В себе бытие. В себе бытие. В себе бытие. Это момент равенства с собой, называется в себе. Вы сейчас в себе или не в себе? Вот вы в себе? Ну, равны самому? Ну, все. А вы что, не в себе? То есть не равны самому себе? Вот, видите? То есть, если... Или вы вышли из себя, мне не по себе. Сейчас я приду в себя. Это что? И все равенство, 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 равенство. Ну, равенство может быть, только равенство не равное. Вот мы с вами, как люди, равны в правах? Равны? Ну, люди-то мы разные. Только разные могут быть равны. А если один и тот же? И вот я равенство, а у себя. Много я сказал? Еще бы не хватало, чтобы я был... Но, между прочим, это еще не все я сказал. Я и равенство ему себе, и неравенство ему себе. А если я буду извлекать, что бревно есть бревно, то это вряд ли продвинет ваше образование. Я сейчас приду и скажу, так, запишите, бревно есть бревно. Вот, елка есть елка. Но это вот равенство. Вы это хотели от меня? Вот я чувствую, вас не устроилось, что я говорю, что это равенство и неравенство. А вот если я бы писал, вот запишите. Елка – это елка. Бревно – это бревно. Студент – это студент. И вот вся лекция такая. Вот вам бы это легко было и хорошо. Да? Ну, извините. Что я могу сделать? Меня уже не переучишь из обратно. Из диалектиков обратно в метафизиков. Так, понятно, да, изменения? Вот равенство с собой – это в себе бытие, а неравенство с собой у Гегеля называется бытие для иного. Почему для иного? Потому что иным-то вы не стали. Вы же остались с собой. Вы же тем же студентом остались. Сами же признались. Поэтому я бы сказал, что вот это иной человек. Нет. Он момент имеет бытия для иного, он превращается. Но от вас можно отпилить вот тот кусок, который иное, и оставить тот, который был. Можно? Какой-нибудь есть кусок такой, что выпилил. Знаете, как вот колесо, и на оси ось неподвижная, а колесо крутится, а там подцепник. У вас есть так вот что-нибудь в голове или в организме, чтобы вот неподвижное оставить, а подвижное или отпилить вот только подвижное? Можно так? Нет. Моменты это и есть проникающие. Такого нельзя сделать, чтобы взять только ваше равенство с собой и выкинуть неравенство. Или, допустим, недостаток. Вот я хотел вот недостаток вас от уничтожить. Выстрелил и попал, и вы погибли. А можно избавиться от недостатка вот так вот, таким путем, что раз и все. Это можно преодолевать, можно с этим бороться. Вот, скажем, бюрократизм. Бывает государство без бюрократизма? Могут быть? Так не бывает. Вы хотите избавиться от бюрократизма? Вот когда не будет государства, не будет и бюрократизма. Ну, потому что, если есть чиновники, у них есть особые интересы. Вот я, ваш чиновник, вы меня избрали, чтобы я заботился о ваших нуждах. То есть вы сидите там, а я сижу здесь. Видите, у меня мягкий стол. Да? А у меня интересы совпадают с вашими? У меня есть интересы, связанные с тем, что я, вот если вы, скажем, строительный рабочий, вы на высоте работаете, а я на высоте сижу. На седьмом этаже. У меня есть стол. У меня есть телефон. У меня зарплата не такая, как у вас. У нас у кого зарплата больше? У тех, кто работает, или у тех, кто слуги народные? Услуг у нас. Видите, как к слугам относятся? У нас очень хорошо к слугам. Вот это при феодализме, вот слуг просто их... Даже в случае чего могли и плетьми огреть. А сейчас слуги они получают. Ну, как вы думаете, сколько народные заступники получают сейчас? Я точно не знаю. Они, что-то об этом не очень распространяются. Ну, я был помощником у депутата Шейна. Я был научным руководителем, и он диплом защитил у меня по праву, по правоведению, когда я работал в ВПК. Ну, вот я, поскольку был его помощником, я видел ведомость. Это было уже, наверное, лет 10 назад. Он тогда получал 150 тысяч рублей. Ну, это, конечно, не миллионы, но 150 тысяч – это и не 1500. Ну, а средняя у нас зарплата трудящаяся какая сейчас? В России. Сколько средняя? Так вот говорят, 30. Или 20-30, что-то вот в этом интервале. Ну, 30 будем считать. Давайте немножко приукрасим как-то, чуть-чуть, припудрим чуть-чуть. 30. 30 – это в 5 раза меньше, чем 150. 5 раз. Значит, у меня есть особые интересы? А вот еще, я хочу быть принципиальным чиновником. У нас какой принцип сейчас? Все для общества или все для личности? Только честно. Для личности, правда? Это вот в мрачные годы тоталитаризма и культа личности, там было все для личности. Простите, там все для общества было. А сейчас все для личности. Я личность или нет? Вот посмотрите на меня. Ну, правда же я личность, нет? Ну, вот я, значит, пришел на службу государственную, что я должен сделать? Быть принципиальным человеком, да? Если все для личности, что я должен сделать? Вот пока я тут сижу, надо набрать побольше денег. Правильно? Нет, вы скажете, что я о вашей должен судьбе заботиться. Ну, вы, я же принципиальный чиновник. У нас даже конверты, как пишется? Иванову, чтобы подчеркнуть, что у нас все для личности. Потом дом такой-то, улица такая-то, потом город такой-то, Россия внизу. Россия внизу. Ну, и как вы думаете, почтовые работники тоже сверху читают? А не думаете, Иванова читает? Нет, они вот так. Потому что, чтобы почту разобрать, нужно и приходится разбирать от общества к частному. Сначала по городам разделить, там, весям, по областям, а потом дальше, дальше, дальше. А сначала по странам, наверное. Ну, если это в Россию, так это не надо в Новую Зеландию отсылать. А если это в Петербург, то не надо отправлять в деревню Неелово. А в деревне Неелово есть улица. На улице живет этот Иванов. Нет, пишут Иванов, чтобы подчеркнуть, что у нас о вас забота, товарищ Иванов. Мы вот сидим тут, получаем 150 тысяч, и о вас, о которых получают 15 тысяч, заботимся. Мы у вас, Иванова, пишем. А то, что эти почтовые работники будут себе шею, так сказать, ломать, читать снизу вверх. Еще вот эти арабы, они справа налево читают, а вот наши почтовые работники снизу вверх читают. Это чтобы понять. Это и на Западе так же, если от мы оттуда взяли, там тоже пишут Джону. Какому Джону? А вот Джону на этой вот стрит. А стрит это где? А вот в этом таун. А таун где? А таун в этой стейт. А стейт где? А стейт на планете Земля. И вот я, раз я принципиальный человек, я, естественно, для личности, а у меня семья же есть. Я о ней должен подумать? Я и думаю. Вот я как личные интересы свои решаю, а сидеть я буду тут, может, лет 10. Если 10 лет просижу на службе, какая у меня будет пенсия? Как у вашей мамы? Нет. Ваша мама по какому закону будет пенсию получать? Сколько у нас законов пенсионных? Два. Один называется закон о трудовых пенсиях в РФ. У вас мама по этому закону будет получать? Или по закону о госслужащих? По первому? А если я госслужащий, я буду получать по закону о пенсиях. А что это закон гласит? Ну, вы будете как? Возьмут за 5 лет вашей маме в какой-то период России среднюю и умножат на 1 и 2. Не более. Не более, чем на 20%. Больше, чем среднее. В том времени, да? От этой величины танцевать будут. А мне 75% от дохода. Если сейчас до входа, допустим, депутата в Госдуму 400, сколько я получать буду пенсию? 75% от 400. Математики? 300. А? 300. Ну, 300 и нормально. Нормально. Вот это забота о личности. Ну, нельзя же сразу о всех заботиться. Надо с кого-то начинать же. Правда? Ну, я как человек принципиальный, если у нас приоритет личных интересов, с какой я личности должен начать? Со своей. Я что-нибудь неправильно сказал? Что-нибудь расходится с нормами нашего общества? Не, ну, если бы вы сказали, что все, давайте народу. Ну, тогда другое дело. Народа у нас много, это начинается там, черт-тес как, там уже не получается так все красиво. А сказано для личности. Вот я и забочусь о личности. И куда вы с этим, куда вы денете бюрократизм? Это я, если я ничего не нарушаю. А если я нарушаю, то тогда будет как у Хорошавина. Хорошавин сколько денег получил? Левых. Губернатор Сахалина. Сколько? Миллиард. Вам деньги нужны? Вот считайте, я Хорошавин. Сейчас, вот я сижу, губернатор. Так, вам деньги нужны? Вам не надо? Не, ну я слушаю, сколько вам денег надо? Человек не знает, сколько ему надо отпадать. Так, кто знает, кому? Кто тут руководит крупной строительной фирмой, будет на Сахалине строить там мощные предприятия, объекты, без которых Сахалин не может стать нашим форпостом на Востоке? Вот вы, по-моему, крупный руководитель. Сколько вам денег надо? А? Ну, это все, это мелочь, не разговариваю. Миллион. Да и даже вообще и не подходите. Кто-нибудь, есть серьезные люди? Серьезные? Вы серьезный человек там? Сколько надо вам? Миллион. А? Миллион. Время. Да ну, тоже не разговариваю. Ну, есть серьезные люди? Ну, вы вообще уже опустились просто. Вы где живете? А? Приятно. Вот. Вот приятно. Вот человек говорит, миллиард. Ну, все, так, вы все, больше меня не интересует. Стойте, значит, миллиард. Значит, я еду завтра к Дмитрию Анатольевичу. Значит, договорюсь, чтобы на вашу фирму, объясню ему, что вот вы такие важные объекты строите, будет направлено вам по безналу два миллиарда. Вы сколько у меня просили? Два миллиарда. Нет. Ну, нет. Вообще с вами тоже нельзя работать. Ну, вы не честный человек. Мы же на государственной службе. Вот. Как вот? Ну, все-таки совесть есть у вас. Проснулась. Наконец. Не надо тут забываться. Вы видите, я губернатор. А вы что мне говорили? Запишите себе, сколько должны вы мне сдать. Я получу для вашей фирмы два. Сколько вы мне должны отдать? Ну, вот. Вот все теперь понятно. Понятно, да? Она получает два. Сдадите мне наличными. Чтоб я этой ерундой там, морокой. Как там вы будете его-то описывать? И куда, через кого пересылать? Это меня... И что, не знаете, сколько у нас обналичивает фирма? Чма. Фирма-однодневки. Знаете, такие есть? Что, кого-нибудь посадили? Те, кто организовал фирмы-однодневки? Знаете, хоть такие случаи? Кто-нибудь читал, чтобы посадили тех, кто организовал фирмы-однодневки для обналичивания? Нет? Ну, значит, раз в них сажают, чего волнуйтесь-то? Вот сидит человек. Вот он дальше миллиона не мыслит. Человек. Это вот просто... Вот он за обналичивание будет получать деньги. Вам будет работа. Но это вот серьезные люди. А вы это мелочь. И вы тоже будете этим заниматься. Контропат. Вот, значит, сдадите мне. И вот когда взяли этого самого. Хорошавина. У него просто в кабинете было наличными в рублях. Пятитысячными купюрами. Миллиард. И как-нибудь вот его взяли, а вы протесты какие-нибудь делали? Были недовольные там эти коммерсанты, предприниматели, которые вот это все делали, ему сдавали? Были? Вам-то что? Вы же просили миллиард, вы его получили. От кого вы получили? От государства. А этот второй миллиард, он же не ваш изначально был. Он же изначально был мной. Это уже вас не касается. Вы свой... Вот она просила у меня сколько? Ну, по-честному же я с ней обошелся. Она просила миллиард. Вот вы ко мне претензии имеете? Вот никто не разоблачает из предпринимателя Хорошавина. Не обратили внимания? Вот вы меня будете разоблачать? Я вам дал миллиард. Вы довольны? Вы сколько просили? Миллиард. Ну, получили миллиард. И вам, Савис, есть ли меня разоблачать после этого? Вы меня не разоблачаете. Вот Саня, она вот смотрит на меня с уважением. С уважением. Ну, человек... И факт. Посмотрите, вы печать смотрите. Кто-нибудь осудил из предпринимателей сахалинских губернаторов? Нет. Ну, он добился там. Он же выбил из центра. Привез эти деньги. Ну... Потом прокурору выступает Чайка. Он, наверное, летает так вот и смотрит. Его же смотрят уже 6. Объявляют 6. Уже не 12 миллиардов. Куда-то 6 уже больше о них не говорят. Ну, ладно. 6 миллиардов тоже. В 6 раз больше, чем вы получили. И в 6 раз больше, чем я получил. В 6 раз больше. И вот потом начинают в печати рассказывать, как рабочим на этом космодроме, который работает в Восточном, не выплачивают зарплату. Зарплату 150 миллионов не выплатили. И завозбуждено 20 уголовных дел по настоянию вице-премьера Рогозина. Молодец. Правда? 20 дел. А вот по поводу 6 миллиардов абсолютная тишина. А потому что их просто, наверное, вот сворачивают эти пятитысячные и так, наверное, голубями туда пускают. Потому что следов нет никаких. Нету ни платежек, ни банков, ни банкиров нет, которые... Вот я почему-то по наимности своей, я, конечно, не шибко знаю, но вообще-то у меня даже есть счет. Не у меня лично, а у общественного объединения, у которого я президент у Фонда Рабочей Академии. В Банке России, как и у Владимира Владимировича, только у него счет в московском отделении, а у нас счет вот... У нас там где-то около 1000 рублей лежит. Но в Банке России. У нас только за одно держание счета. Если вот пришлют нам рубль, допустим, вы нам пришлют, и с нас сразу 4 тысячи снимай. За движение счета в этом месяце. Потому что Банка России. Ну и как же так? Куда денежки? Так, значит, через какой-то банк проводили, там платежки были, бухгалтеры подписывали. Ну, этих всех, которые по этой цепочке проводили эти все бумажки, собрать их. Куда их надо собрать? У нас есть Следственный комитет? У нас есть такая форма СИЗО. Знаете, что такое СИЗО? Там же разве обвиняемые сидят? Сначала подозреваемые. Подозреваемые. По подозрению их сначала арестовали. Потом попросили разрешения у суда их задержать. Их задержаны они. Да? По подозрению в вот таких делах. В хищении 6 миллиардов. В организации хищения 6 миллиардов. Потом предъявили им, если не предъявили им обвинения через известное время, то их надо отпустить. Но надо предъявить им обвинение. Они тогда смогут нанять адвокатов. На такие деньги, которые они получили, они смогут нанять адвокатов. Как вы думаете? Хороших. Хороших. После этого, значит, начнется следствие. Будет идти следствие. Когда закончится следствие, они будут передадут в суд, они будут кем? Подсудимыми. Обвиняемыми не будут. Они свободные граждане. Но это все время они могут провести в СИЗО. Там заодно они расскажут, как дело было и как куда они ушли 6 миллиардов. Но есть какое-нибудь движение в этом движении? Нет? А почему? Это потому, что принципиальные люди. Они свои личные интересы, личные интересы поставили выше общественных. Такой же сейчас принцип господствует у нас. В России или нет? Ну, раньше были люди злые, они ставили общественные интересы выше личных. Вот я для чего сейчас лекции читаю? Чтобы лично развивать свои интересы. А то он скажет, вы сделаете, чтобы я вот для студентов, чтобы были у них знания. Зачем это я буду им знания? Если я принципиальный человек, мое дело вот тут постоять, на трибуне поговорить. Зарплата идет? Вот мы получаем вот такие противоречия. Так что, так что это вопрос, так сказать, о движениях, о движении, об изменении. Вот такой принципиальный. Он затрагивает все формы, в том числе самые современные. И история-то России продолжается. Это новейшая история России. Сейчас мы изучаем некоторые вопросы новейшей истории России. Некоторые историки не любят их. Давайте мы будем раскритикуем царя какого-нибудь египетского. Точно никто не будет возражать. Давайте египетского царя раскритикуем. Что он там нарушал? Какие законы? Или губернатора египетского Сахалина какого-нибудь будем распекать. Это безопасно, такие вещи. Берите из древних какие-нибудь вопросы и давайте их будем... Не касайтесь только вот этого, ближайшего периода. Так. Ну, еще какое может быть движение? Значит, было у нас движение перемещения. Так. Движение становления. Теперь движение изменения. Есть еще какое-нибудь движение? Что, вас любое изменение устраивает? Вас устраивает любое изменение? А? Не слышу. Прогресс? Прогресс? Прогресс – это уже близко, тепло, как говорится. То есть не всякое движение вас устраивает, да? То есть произошло некоторое движение. Вы сейчас проверьте карманы. Там ничего уже нету. Это же изменение будет. Вы же за изменение. Оно произошло. Вот ходил Михаил Сергеевич. Вы за перестройку? У вас дом перестроили, крыши нет. Того нет, чего нет. Перестройка разве говорит о том, будет лучше или хуже? Вот можно перестроить хлев в дворец. Вот, например, конюшня у нас. Были перестроены у нас в Манеж. Там же конюшни были царские. И там выставочный зал. Хорошо же. Это хорошая перестройка? А давайте перестроим обратно в конюшню. Это будет перестройка? Будет. А что, за любую, что ли? А вот ходил Михаил Сергеевич. Вы, говорит, не перестроились или перестроились? Если вы не перестроились, надо перестроиться. А что это за задача такая? Это вроде как корабль. Или после этого Ельцин говорил. Мы идем курсом реформ. Это что значит? Корабль плывет. Знаете, какая у него цель? Плыть. Корабль имеет цель плыть. Еще бы не хватало, чтобы он ему хотел утонуть. Это же бессмыслица. Плыть ради того, чтобы плыть. Потом, что такое реформа? Это изменение формы. А содержание оставляем? А зачем тогда менять форму? А потом, если форма прекрасная, так зачем ее менять? Вот прекрасная такая точка. Знаете, представьте себе там картину. Я приду с краской. И смотрю, а что это он без кепки? Кепку нарисую. Сюда папиросочку. Я не художник, но это я смогу. И так вот некоторые деятели начинают перестать. Что у нас после этих перестроек? Что получилось? Обрушилась экономика. В два раза меньше стали производить. Перестроили. И где машиностроение наше? Две станкостроения. Крест Николаевич, лекции перезвоню потом. Так что не любое изменение нас должно устраивать. А какое изменение есть, которое связано не с падением общества, а с его возвышением? Как это называется? Такое изменение, которое связано не с падением, а с возвышением. Революция? Революция одна из форм. Конечно, революция. Если это революция, то она, конечно, возвышает общество. А контрреволюция его, наоборот, бросает назад. Ну, это вот, а если это эволюционное изменение в том же направлении, как это называется? Совершенствование. Совершенствование тоже можно сказать. Совершенствование. Но это не такое глубокое понятие. Сейчас я вам скажу, и вы все это слово знаете. Развитие. Развитие. Хорошее слово. Революция – это же форма развития, правильно? А совершенствование? Ну, совершенствование – более такое частное слово. А, развитие. Вот развитие. Тоже изменение? Какое изменение? Только можно изменяться, и, так сказать, заболел человек, значит, изменился. Человек говорит, сегодня плохо выглядишь. Да я еще выгляжу, а завтра еще не известно, что со мной будет. Поэтому это раз. Изменение, изменение, и все, и нет человека. Вы, говорит, изменения хотели? Вот изменения наступили. Вот у нас изменения после 90-го года какие были? Раньше у нас рождаемость превышала смертность. А что пошло? С 90-го года рождаемость вот так вот строго вниз, смертность строго вверх. Мы, говорит, мы там не смотрели на форму, мы смотрим на результат. И что получили? Крест такой России. И получилось превышение смертности на рождаемости, и сокращается население России. Сейчас вот, вроде бы это сокращение где-то прекратилось, и балансирует рождаемость и смертность на одном и том же уровне. Это хорошо? Да хорошо-то хорошо, да не очень-то хорошо. Вообще-то неплохо было бы, если бы рождаемость все-таки смертность превышала. Правильно? Тогда бы, вот скажем, ну как-то приятно было. Владимир Владимирович вышел бы там в костюме и сказал. За вот прошедшее время численность населения России выросла. А сейчас он тоже, можно сказать, скажем, за счет Узбекистана, Украины, Кыргызстана. Кто нам еще приезжает? Таджикстан. Пусть едут. Мы всех принимаем. Нам даже из Франции приезжать. Из Америки поштучно. И население так вот удерживает. Мы даже вот сейчас стали платить за материнский капитал. Это что такое? Это особый капитал. Вот его никогда матери и не видят. Потому что он лежит в банке. Вот если вы соберетесь дом строить, таких денег у вас нет и не будет, то вам 10% оплатят. Из материнского капитала. Из тех банков, которые сидят в эти деньги там. И они их дают в рост. А или вы, вам говорят, а вот дети у вас будут, у вас еще вы и не женились, и замуж не вышли. А вам говорят, когда у вас дети будут, тогда они пойдут в ВУЗ. И тогда вы сможете им оплатить учебу. А что, учеба будет платная и тогда? Мы-то думали, хоть тогда-то не будет. А как-то платная будет учеба. И на это вот вам капитал. Так это вам капитал. Вы до этого времени будете денежки держать в банке, они, значит, будут давать богатство кому? Ну, банкирамы будут давать. Я-то думал по простоте душевной. И как специалист в области экономической, что приду, скажу, вот вам материнский капитал. Там 2 миллиона. Хотите их? Только пропить их нельзя. Если узнаем, что вы их начинаете найти вещи, все, отнимаем обратно. Да. Но как это уже можно, может, ипотеку? А? В ипотеку можно вложить? Можно. Если вы хотите тех банкиров, которые ипотеку дают обогатить, то ипотеку. Почему надо обязательно кого-то обогатить, а не матерям дать? Вот я не очень понимаю. Ну, отдайте отцу тогда. Так, материнский капитал, что это не матеря, а ребенку. Ну, как бы. По идее, материнский капитал. Да к ребенку или банкиру? Вы ребенку банкира хотите отдать? Нет. Ну, получается, что вы ребенку банкира отдали? Или матери банкира? Ну, как-то они не попали к матери. Ну, вот я решил вам дать капитал. Я беру деньги. Давайте соберем, дадим ей. У нас немного идеалистов. Дадим ей хоть. Ну, по 20 копеек уже наберется. Немало. Все, так трудно. Давайте соберемся и в следующий раз вручим. И будет какой-то капитал. А нет, говорит. А вы когда вам будет? Еще через 15 лет. Вы пойдете и получите. Если вы что-то будете делать, мы вам добавим. А не будете... Вам, говорит, землю выделим. Представляете, у вас, допустим, четверо детей. Вам землю выделили. И что вы будете делать с этой землей? А, говорит, что хотите, стройте дом. Как вы будете строить дом? У вас эти... И дети маленькие... Вы будете дом строить. Вообще люди соображают, что они говорят? Дом вы будете строить. А мы, говорит, наймем рабочих. За какие деньги? За эти деньги разве можно построить дом? За который дают? 10% это всего получается от строительства этого самого дома. На этот самый материнский капитал. То есть капитал, это же... Ну, это если у вас, то это ваш капитал. А если в банке, то это капитал банка. Банки там, сказать, подойдут вокруг этого и кормятся как раз. Ну, много... Это надо во всем же этом разбираться, если мы историки. И мы историки или не историки? Ну, у меня тоже диплом есть история по переподготовке. Поэтому я к вам тоже примазываюсь так чуть-чуть. На всякий случай думаю, кто это? А вдруг историков возвысят? Да, я тут тоже. Их не особенно возвышают. Ну, может быть, в будущем. Значит, что такое развитие? Развитие – это не всякое движение. А какое движение? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Понятно это? Вообще движение ведет возвышающе. Низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят – от низшего к высшему. И тогда это можно трактовать так, что кто-то третий идет от простого к этому сложному. Само вот это простое развивается более сложно. Вот, животный мир развивался, развивался, и до студентов исторического факультета развился. Да? Это так произошло? Это факт? Факт. Вот это и вас побудило стать историками, чтобы разобраться. Как вы дошли, начиная там с этих каких-то морских чудищ и до этого состояния дошли? И какая, если вы дошли до этого, то что еще, какие перспективы? Открываются перед нами. Большие. А вот дальше мы переходим к тому, что вы назвали. Вот в этом. А развитие противоречиво или не противоречиво? Вот всякое движение противоречиво, а развитие, думайте, не противоречиво. Вот противоречиво. Значит, противоречиво, то значит в развитии есть и движение, совпадающее с развитием, и движение прямо противоположное. Вот я про вас не буду говорить, про меня буду говорить. Вот я, видите, развиваюсь. Вот я лекцию читаю «Развиваюсь». Думаю, такие люди, такие вопросы задают, так хорошо отвечают, что и я развиваюсь. А я еще и умираю же при этом? Или не умираю? Так это негативная же тенденция. Как ее назвать? Я развиваюсь, а тенденция есть. Так вот, позитивная тенденция в развитии называется прогресс, а противоположная тенденция, которая в развитии тоже есть, называется регресс. А в общественных вопросах это называется не просто регресс, а реакция. Вот если вы за против развития, за регресс, реакционерка. Это так, я только на всякий случай напугал. Она вообще-то за прогресс. Но на всякий случай, мало ли вдруг. Пусть знает, что мы будем бороться с реакционерами самым решительным образом. Так, кто готов на борьбу с... Сейчас записываем всех, кто будет бороться за прогресс. И в следующий раз, если кто придет, кто за регресс, мы их побьем. И нас никто за это не осудит, потому что мы на стороне прогресса. Вот, уже люди засучивают рукава. Вот смотри, уже идеалисты притихли, потому что тут вопрос пошел уже о прогрессе и регрессе. Здесь уже, это так мы говорили, дескать, хотите идеалист, хотите материалист. Потом узнали, что вы идеалист, собрали материалист и побили идеалистов. Так и бывает. А сначала начинают рассуждать, дескать, вот расцветают все цветы, и ваши цветы, и наши цветы. А потом раз, и вам все лепестки оборвали, и с этими цветами еще и понадобали. Так бывает в истории, или не бывает? Бывает. Вот это тоже форма движения. Видите, какие? Сколько у нас получилось форм движения? Вот смотрите, вот она открыла перемещение. Потом вот мы с вами так трудно вообще мучились, чтобы доказать, что и равно само себе, и не равно. Мучились. Но вы же выдержали этот мучительный процесс. И вот мы с вами открыли, что это и равенство с собой, и не равенство с собой, а изменение. А становление же еще, которое мы в прошлый раз изучали, становление, изменение и еще развитие. Ну вот сколько вы о движении узнали? Да вы за всю жизнь не знали столько о движении, сколько узнали за сегодняшний день. Вот согласитесь. Ну мне нужно какую-то хоть цену набить, чтобы от лекции скажут. Какая-то вот польза была. Ну я вот буду отчитываться. Ну что вы там, это философы, чего вы там рассказываете? Вы чего можете историкам рассказать? Как чего? Они же это хотят в движении представить все человечество. Ну? Как ну? Хотят представить все человечество, а вообще не знают, что такое движение. Что это за историки такие? А мы, говорит, историки в становлении. А в становлении тогда все нормально. Тогда начинаем изучать. Ну то есть, я как человек, все-таки имеющий профессию определенную, должен как-то агитировать за философию. Что она хоть какая-то польза-то есть для народа. Я хоть и не чиновник, но я на службе философской. Ну так, примазываюсь к историкам тоже. Дескать, у меня дипломчик есть, если что покажу. Да, кстати, дипломчик у меня специалист, а не бакалавра, между прочим. И это вам меня догнать, это надо еще вам идти в магистры. А это задержка. Это не все догонят меня. Большинство тают, не пустят магистры. Я вижу, сколько магистров. Вот столько собирается бакалавров, а магистров, потом сгульки нос. Но это неважно, вы там все равно догоните. Потому что я-то по другой линии идола. Вы все равно меня тут по истории перегоните. Но я-то все-таки что-то должен вложить в какой-то рептоп. Чтобы не говорили, что вот эти философы, они что-то рассуждают, а польза от них никакой. Но я же рассказал вот про четыре формы движения. Ну с вашей помощью, конечно, особенно с вашей. Это незабываемый совершенно момент. Я никогда это не забуду. А вы тоже не забудьте. Вы еще до сих пор, не совсем еще. Я вижу по вашему выражению лица, что вы равны и неравны. Вот я чувствую вам не по себе сейчас. Но вы в себя придете. В себя. Видите, хорошие какие категории. Придет в себя, то есть встанет равным самому себе снова. При этом он, конечно, останется неравным самому себе. Но встанет равным самому себе. И вот мы узнали, сколько форм движения. А до этого мы думали, вот движение и все. Как будто у нас, понимаешь, трактор или автомобиль. И все. И кроме перемещения, вроде как будто движения нет. А движение мысли мы еще не обсуждали. Мысли у вас двигаются. Вот особенно я к вам обращаюсь как к идеалисту. Мысли-то у вас все время работают же. Работают же. У нас-то у вас основная. У нас-то она отражение мира. А у вас-то она вообще весь мир. Весь мир – это идея же, воплощенная в материи. Вот была идея, потом раз – она воплотилась. Вот движение мыслей. В итоге. Вот это очень важно. И это вот вы можете поговорить с своими друзьями, соседями, знакомыми. Вы обнаружите, что этого, вот то, о чем мы сегодня говорили, «Увы, основная масса наших граждан, просвещенных, не знает». Не знает. И поэтому я еще раз, хотя я понимаю, что это непростое чтение науки, логики Гегель, я вам очень рекомендую. Вы лучше медленно будете читать гениальные произведения, чем быстро всякую чепуху. Вот если с гениальными людьми общаться, это отрицательно воздействовать на человека или положительно? Положительно. Вы с какими собираетесь общаться, с гениальными или просто с хорошими? С гениальными. А вы с гениальными вот и успеете перечитать все гениальные произведения за свою жизнь? Успеете. Не успеете. С гениальными не успеете. Отсюда вы вот. Хорошие не трогайте даже и не подходите к ним. Ну, если только для критики их берете, тогда да. А если вот для изучения, ну не надо. Вот он ко мне подходил, товарищ говорит, а вот мне это вот прочитать, этого Егора. Да не надо Егора, этого читать не успеешь, прочитать Гегель. Некоторые начинают вот такой метод истории, философии изучать. В каждой науке имеется обобщающая работа. Если вы пойдете так вот, как шла история, вы не дойдете даже до Аристотеля. Тем более до Канта. Тем более до Маркса. Почему? Все время кончится. Кончится время, уже будете старые, все, все, не успеешь. Поэтому осуществить. А вот в каждой науке происходит такой вот процесс. Раз. И создается система, что там каждая вот одна категория, это целая философская система. Или экономическая. Поэтому надо изучать, прежде всего, обобщающую работу. Это, вот это будет продвижение, быстрое продвижение вперед. Особенно это для историков. Зачем же вы, как историки, будете гелозить по всему философскому дереву и какие-то частные работы изучать? Надо взять систему образующую. Поэтому вот вы, Гегель, если будете изучать, науку логики достаточно. Причем на всю жизнь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok